Мы можем просто с ней сейчас разговаривать, подснимай его так, а потом он на тебя обратил внимание, я его представлю, в своем видео расскажу. Вот, снизойдем, два чемпиона, точили эти, новичковские, это все сарказм и так далее. Это не вставляйте. Да, он вставит, все такое. В общем, всем привет, друзья, мы находимся в городе Санкт-Петербург, в клубе Фицепс, к нам приехала замечательная чемпионка, спортсменка, которая выступает в категории фитнес-бикини. Это шестикратная абсолютная чемпионка Москвы, чемпионка в 21-м году, абсолютная по... Блядь, все. А что за чемпионкой России все 21-го года? Все? Можно так сказать? Абсолютная чемпионка России 21-го года, чемпионка Европы по юниорку в 2015-м году. В 17-м. В 17-м. Вот так вот. Мои слова себе должен обрезать. Чемпионка Европы в 2017-м году по юниоркам, опять же, в категории фитнес-бикини. И бронзовая призерка чемпионата Европы по женщинам. Но она сказала, что этот титул почему-то не говорит. Но я считаю, что это очень такое хорошее достижение. В 24 года спортсменка выигрывает... Ну, не выигрывает, она становится бронзовой призеркой. Да, так скажем. Очень близка. Мы этот момент, кстати, обсудим с ней, почему так получилось и так далее и тому подобное. Валерий Аккорд, милости просим. Мы хотели сегодня потренироваться, но мы столько всего тем обсудили. Поэтому думаем, что просто спросим какие-нибудь ее любимые, может быть, упражнения, какие-нибудь нюансы, может быть, фишечки. И во время этого мы ее проинтервьюируем немножечко и поближе вас познакомим с ней. В общем, поехали. Так, давай. Первое какое-нибудь упражнение, может быть, самое любимое, там, на спину, на дельтовидные, либо на ягодичные, что, в принципе, из-за чего будут смотреть. Вообще, меня очень многие уже знают по Ютубу. Ну, не очень многие, но я уже врывалась в Ютуб и была у многих блогеров, так скажем, на каналах. А меня многие знают как представительница института типичного тренинга. Крой, ты тоже, что ли, знаешь об этом? Ну, конечно, я же готовился, конечно, я знаю об этом, да. Вот, и, соответственно, я не совсем люблю вот классику, там, качку. Я люблю, безусловно, но мне нужно вот, чтобы у меня был такой прям эмоциональный сплет. Функциональный тренинг. Эмоциональный функциональный. Да, мне нужно получить удовольствие от тренинга, и я вот чем больше фигачу. И это вот не качалка, там, не просто там пошла выпады или поприседала в смете. Это прям такой мощный функциональный тренинг. То есть, по факту, подготовка к соревнованиям, это полностью функциональный тренинг. Последний, ну, на 50 процентов. Последний вот год, с января прошлого года, если не считая пандемию, я вот на 50 процентов занимаюсь прослитками. Нельзя прослитками назвать. Немножечко по сплиту, грубо говоря, да? То есть, у тебя сколько тренировок в неделю? Шесть. Шесть тренировок. Три из них, это у тебя функциональный тренинг? Не всегда, в зависимости от цикла. То есть, у меня все немножко... Ну, давай возьмем, смотри, давай вот в общем. У тебя подготовка стартует за сколько времени? Вот непосредственно старт у тебя... Подготовка – это сушка, потому что подготовка у меня всегда. Да, я никогда не отдыхаю, я не... Ну, отдыхаю, но прям... То есть, для меня это образ жизни, я не могу сказать, что я вот, не знаю, межсезон проотдыхала, у меня в апреле первый выход, и я такая, ну, давайте в феврале начнем готовиться. Ну, давайте, не будем вообще тренировок, и вот сейчас шесть. Девочки бикини, например, которые соревновательный вес 52 килограмма, а межсезонные 68 килограмм, к примеру. У тебя межсезонная форма, она примерно 3-4 килограмма от соревновательных опеканных целей. От именно последнего старта. Но в этом сезоне все пошло вот так, через одно место. Я повредила в апреле колено. Прям вот после чемпионата Москвы, на следующий день, начинаются какие-то метаморфозы с коленом. Я жду, что оно пройдет, ну, что это просто вот что-то какое-то минимальное зацепило, где-то там не так село. Сегодня у нас какое-то там июня, и я до сих пор дохожусь в процессе восстановления. Мне колено не давало делать кардио, я не делала полноценные силовые с апреля. Я не могла приседать, выпады, все это у меня было хорошо. У меня была повреждена крестообразная связка, чуть-чуть мениск. Там очень много моментов недоработок в тренировках, так скажем, которые я сейчас вот восполняю. Восполняю тренировками, восполняю какой-то лечебной физкультурой, так скажем, медикаментозно тоже. То есть все это присутствует. Ты не связываешь, ну, это же не травма была, да, именно в процессе. Это не травма, это не травма. Не травма была, просто на счет. Это что-то вот, и это долго объяснять, я знаю, что это, это долго, это мне кажется, можно... Это, в общем, началось как-то давно, и просто там восстанилось именно во время подговорки. Это была, это было, это были, точнее, недоработки в тренировках, потому что, грубо говоря, я могу, люблю приседать, но делать что-то и как-то укреплять свой связочный аппарат, нет. Я не делала там никогда, допустим, никогда я пренебрегаю тренировками мышц-стабилизаторов. Хотя, просто, видите, в наших тренировках они должны задействоваться. Но где-то и перешла черту, и мои мышцы могли вывозить уже тренировки, а вот, ну, плюс сушка дала, понятное дело, если бы знать. Я, если бы я была на фармакологии, как мне сказали, этого бы не случилось. Если бы, да кабы, и так далее, восстановление. Нет, нет, ну, мне бы это помогло держаться, быть своим коленом, возможно, чего не случилось. То есть, я была бы в нормальном состоянии, оно бы в фармакологии, как-нибудь бы мне помогло. Ну, теперь я подумаю. Как-нибудь, с точки зрения восстановления. Ладно, хорошо. Кто тебя тренирует, кто твой тренер? У меня, если по просветы, то Дэн, ну, он неизвестен в мире по дебилдингу. Ну, понятно, а именно подготовка к стене и ветостаса. Хороший, известный тренер. Я наслышал, ну, очень много хорошего, но я и наслышан, и непосредственно фактически видел те вещи, которые она прописывает девочками. Если честно, я не совсем согласен с некоторыми вещами. Такого, например, как когда она углеводы убирает в ноль. Потому что у некоторых девочек там было, ну, прям... Не, ладно, сори, что пюре, ладно, углеводы, это жиры. Жиры, да. Углеводы хрен с ними, там нужно играть. Вот, а когда жиры убирает в ноль. В общем, не было ли у тебя какой-то контактации с ее мнением, вот как она видит подготовку? И на 100% ли ты отдаешься? Это такой, я понимаю, провокационный вопрос, ты можешь на него не отвечать? Нет. На 100% ты следуешь ее план? Нет, вообще нет. Ну, то есть это не секрет. Она видит мои тренировки, они все у меня в Инстаграме. Она видит, что я ем, это тоже у меня в Инстаграме. В 2017 году я полностью тренировалась в своей программе, но я достаточно уже образованный человек в мире бодибилдинга, и я знаю, что можно делать, что мне подходит. Я знаю свой организм, и лучше меня, меня никто не знает. И полностью полагаться на человека, который готовит очень много людей, я не могу. Я верю, я знаю, что у нее огромный опыт, что она реально, ну, она мастер спорта во всех просто дисциплинах, она реально, в общем, такая, как тренер, как человек. Но я не могу полагаться полностью на кого-то, никогда. Только на себя, и я только от своих знаний отталкивалась. Я приходила к ней, она смотрела на мою форму, говорила, где недоработано, где надо сбавить, так скажем, обороты, где подлотать. Все. Ее устраивало, ее устраивал финальный вариант. Все, это самое главное. То, каким я способом к этому пришла, какое имеет значение? Хорошо, тогда для чего себе тренер? Тоже небольшая провокационная вопрос. Все это больше как наставник для меня. Она мне поставила позирование, она полностью свела по форме, потому что адекватно себя оценивать. Или мой тренер Дэн, он мне не может нормально оценить, да, то есть он в этом грубо говоря не соображает. Это не его роль в деятельности. И Вета вот говорила, тут не так у тебя, тут надо больше, тут надо меньше, все. Она вот говорила, что не так с формой. Мы же показываем форму на сцене. Если бы мы приседали или становой, тянули, да, там уже другой момент. А то, что мы показываем форму, то есть я полагалась на ее мнение. И мы в тренировках где-то, опять же, ну, что-то корректировали, в питании и так далее. Все, все просто. Если честно, у меня немножечко такое, ну, как не мнение, ну, да, личное, субъективное мнение, что очень много девочек хотят готовиться, очень много девочек готовятся, выступают. И получается такой, ну, она очень именитый тренер и такой масс-маркет получается из девочек. Очень много девочек готовится под ее руководством. И далеко не все, далеко не все становятся чемпионками, далеко не все в призерках. Но за счет того, что очень много девочек готовятся под ее руководством, есть, конечно, которые выстреливают, и они создают имя. Но о девочках, которые пропадает цикл на полгода, они его не могут восстановить и так далее и тому подобное. Ну, то есть эти вещи, которые я знаю по факту, об этом, конечно, никто не говорит. Вот, не в сети и так далее. Ну, поэтому я немножечко вас с осторожностью отношусь к подготовкам, особенно девочек, которые доверяют свое здоровье, юниорки. То есть они будущие, грубо говоря, мамы. Я считаю, что немножко нужно расставлять приоритеты правильно. Я обращаться, я не могу сказать, что она некомпетентный человек, но доверяй, ну проверяй, что называется. Ладно. Это мое личное, субъективное мнение, то, как мне кажется и так далее. А какое-нибудь упражнение из мира бодибилдинга, не буду по кроссфиту, есть, допустим, вот у меня любимое упражнение на бицепс бедра, я считаю, что это лучшее упражнение, это мертвая тяга. Полина, я не буду добивать двуглавую стоя, сгибание стоя, его мало кто делает. С нижнего блока не в тренажёре, не в тренажёре, именно с нижним блоком зацепляешь его к ноге, и бицепс бедра просто разрывается, и потом добиваешь его лопатягой. Лёш, у нас есть лямки, чтобы продемонстрировать это упражнение? Всё, окей, тогда мы идём в кроссовер, и сейчас будем делать сгибание стоя, продемонстрирует какие-то нюансы, покажет, как лучше это сделать, что должны чувствовать, какие ощущения должны быть. Первое упражнение сгибает стоя кроссовер. Кстати, да, хочу отметить, что очень многие девчонки пренебрегают от прокачки заднего бедра, акцентируют только на ягодицах, или многие боятся раскачать квадрицепс. Я сколько видела девушек, которые тоже на ютубе пропагандируют какие-то бикинистские тренировки. Я не трогаю квадрицепс, я не трогаю бицепс бедра. Моли, нет, ничего, только ягодицы, работаем только ягодицы. У меня просто истерики начинаются. Во-первых, пропорции бикини оцениваются по иксу, по иксообразной фигуре, а квадрицепс нужен априори, да, чтобы сузить талию и сделать более-менее икс. Да, во-вторых, проработанный квадрицепс, а не жижа такая, которая по сцене периодически там дергается, это тоже очень важный метод, он тоже должен присутствовать. То есть квадрицепс должен быть хороший, мощный, как я его называю. Дальше, от проработки задней поверхности бедра зависит ваша выпуклость ягодиц, потому что как стол, грубо говоря, опять же, а бицепс бедра держит ягодичный, ну, если прямо так, образно-образно. Простыми словами, да. Простыми словами, качаем все, качаем все мышцы, которые вам даны. Вы не можете развивать ягодицы и ждать, что они у вас вырастут. Не вырастут, но до определенного момента они будут расти, дальше все, не будет такого. Это, кстати, был один из моих вопросов, я хотел спросить про базовые движения, как она к ним относится, про те же самые приседания, про те же самые жимы ногами и так далее. То есть очень много тренеров, чемпионок пропагандируют именно такой а-ля изолирующий тренинг на ягодицы, изолирующий тренинг на... Мы знаем, о ком мы будем тренировать. Да, я именно этого человека, наверное, подозреваю, но неважно, потому что тоже очень много спортсменок, очень много хороших девочек, которые показывают результат, но я считаю, что генетика... Давайте, sorry, давайте вернемся тогда не к результату, а к тому, как девушка потом выглядит в жизни, какие результаты у них после соревнований, какие откаты, как выглядит их тело после соревнований, когда они прокачивают, не знаю, не все, ну ладно, опять же, я не хочу на кого-то переводить. Суть не в этом. Нет, мы от к этому вопросу обязательно вернемся. Да, идемте, идемте качать все. Да, упражнение. Да. И параллельно будем тоже развивать эти все темы, потому что, ну, если не мы в данном выпуске, то кто еще об этом заговорил? Нужно здраво подходить к телостроительству. Если мы строим тело, тело у нас, блин, это огромный ресурс, его нужно все прокачивать полностью, нельзя что-то забывать. Можно чему-то уделять меньше времени. Да, нам нужны пропорции, если мы говорим о бодибилдинге как о выступательном, да, о выступательной дисциплине. Но если мы, допустим, занимаемся для себя, обязательно нужно прокачивать, чтобы быть каждая мышца. Где-то больше на что-то акцентное, ягодичное. Допустим, у вас икроножные отстают, вот я хотела бы, чтобы показали нам свои голени прекрасные. Да, мы еще к этому вернемся, на голени обязательно поработаем. Погнали! Мы начали дальше, нам делать нужно. Нет, если брать, блин, я эска и скачки, я очень люблю болгарский присед, но прям такой, чтобы он на максималочках. Я люблю дропсетами делать, прям, сколько я делала. По 32 у меня были гири, 5, там, ну, 5-5-5, опять повторений. Скидывая вес, все, у меня просто разорвались. То есть полностью нога, ну, то есть, опять же, распределяя акценты, но болгарский это просто просто, ну, для меня похоже. То есть, я сейчас пытаюсь вспомнить, ты сказала, какие упражнения любимые, думаю, что у меня любимые вообще. Подожди, мне есть любимый про запрыгивание на 90 сантиметров у меня рекорд. На 113, а, на 115 и запрыгнули. Я вот так вот на ступеньку такой, оп, и коленка, отстала на вес. Так, погнали, да. Вес, ну, не буду, все пытаются всегда спросить, уточнить, какие веса мы ставим. Ну, это бесполезно. Веса подбираем под себя, что-то здесь еще много, все, придут, которые будут намешать. Это аналог упражнения сгибания стоя в тренажере. Но мне в тренажере вот эти специальные, они мне вообще не нравятся. У меня куда угодно идет надвузка, у меня начинает гасить таз, потому что не моя высота, и не всегда можно изменить высоту тренажера. Поэтому здесь охрененное упражнение можно еще делать с переразгибанием бедра. Это сложнее. Я сейчас покажу оба варианта. Можно делать и интересно будет делать по ощущениям перед тягами. Тяги по одной ноге, двумя ногами. Погнали. Встаем, ну, тоже здесь, отталкиваемся от тренажера, от высоты. У нас нога не должна втыкаться в пол. Можно, если там будет видно, показать, как работает. Есть порядок, что делать с переразгибанием бедра. Здесь вообще для девочек прям must have, смотрите. Делаем то же самое. Сгибание и разгибаем бедра. Если по-простому, делаем жим ногой назад. Есть специальные тренажеры, но они вот не такие многофункциональные, как кроссовер. И вниз. Простите, немножко чувствительная мода у меня. Все мышцы просто начинают сразу болеть. А, мне еще нравится то же самое, но лежа тоже с подъемом наверх. Это просто, да? Ты понял, да, о чем мы говорим? Ну, на лавочку, там, скамеечку ложишься. Нет, специальная скамья, которая для сгибания лежа, просто с подъемом наверх не делали. Все, когда подъем? Да, да, да. Ну, если вы поняли, а что... Ну, не суть. Здесь показали, вот, потом можно перейти к тягам. Ну, я тяги не очень люблю. Ну, я вообще как-то качиваю. В общем, ты можешь... Можешь ты показать, как это будет выглядеть с твоей стороны и зайдет на тебя. С моей? Упражнение? Да, мне интересно, если ты делал, не делал. А, ну, тушь, я думаю, да. Ну, например. Ну, видишь, что она любит? Блядь. Девчонки, качайтесь нормально, блядь. Не бойтесь перекачать себе там что-то. Господи, боже мой. Вот посмотрите, вам живой пример, блядь, тренировки кроссфит, функционал, базовые движения, до отказа, до тошноты, приседы. Ну, чуть-чуть изоляции, конечно. Нет, это надо. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, да, концентрированные упражнения обязательно надо. Ну, качайтесь, качайтесь. Я бы запрещала, что все. Я бы чуть-чуть выводил, Валяна. Да. Ага, все. У нас очень ценность, да? Тут уже по-двоему ощущениям, у меня все иногда расстопали слабые, вообще просто слабые. Я поднимаю только за счет, я пытаюсь прям чуть продавить, чуть-чуть еще назад уйти. Вот. Все, вот так. У меня завтра биться без бедра. Я просто видно, как она работает, я бы подняла. Развернула, как стопилки. Нет, с этой стороны прям видно, как она. Там можно больше вес поставить, чуть-чуть по-детски. Да нет, мне бы там нормально. Я примерно так управляю. Ну, вот прям. Ну, может, чуть быстрее, прям, понятно, где-то делается. Ну, тут прям видно, она у него. А в тренажере очень смазанная, наверное, такая. В тренажере именно стоя. Опять же, надо заметить, что проработает. Которые в разгибании, да? То же самое, но стоя. Да. Для всех, опять же, пара. Здесь, кстати, его поставили. Вот, вот, красили. А здесь, как будто, вот туда, вглубь, внутрь прям прорабатывает очень хорошо. Можно все делать, на самом деле, для глубины, опять же, но это, опять же, нужно, я считаю, что, ну, вот, прямо изолировано вот так вот точишь, но это уже выступающие спортсмены. Если вы просто хотите, чтобы у вас было бедро хорошее, а вот так вот стоять, смотрите, все, не надо. Вот есть лежа, хотя, опять же, он работает на разные головки, лежа на полуперепунчиком, там сухожилие, вот это вот, вот это вот, вот это хрень, это на угловом. Ну, не суть. Ну, грубо говоря, да, то есть девочки, которые будут смотреть этот выпуск, но я думаю, большинство даже не девочки будут смотреть этот выпуск, а мальчики, вот. А, сорян, еще лежа, лежа с зажатой гантелью между ногами, тоже ложишься на скамью, чуть под наклоном, там пробивает уже место. Но девочкам всем рекомендую хотя бы раз в неделю с ягодичками, перед ягодичками, после, ну, можно вообще во время прорабатывать бедро. Это будет очень важно. Вы заметите, как ваши ягодицы, вот эти все махи, это все второстепенное, понимаете? Надо сразу сделать основу, корпус. Кто-то бы конкретно с ней сейчас поспорил, как это второстепенная махия. У некоторых девочек, в принципе, тренировка, тренировка низа, это вот в кроссовере вот эти вот, всякие вот, вот эти вот под разными углами. Так, далее. Я еще не считаю, как на варениках. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас очень много девчат такие окропили монитор святой водой и, в общем, сказали, да, она просто ведьма и так далее. Но нет, нет. Тяжелый труд, дисциплина. Не могу сказать в отношении нее, диета это или не диета, вот. Но в отношении себя могу сказать, что чем качественнее вы питаетесь, тем лучше у вас форма, в любом случае. Это первое. Питание – это золот успеха. Это просто, ну, даже не 50, это больше, чем 50% успеха. Реально. Тренировки – это уже вот второе план. Тренировки, я говорю, это мы уже оттачиваем тело. Давай так. Окей, ну, типа, это спор всегда, да, питание, тренировки, восстановление. У тебя как вот по топу? Что на первом месте, что на втором, что на третьем? Для формы, в первую очередь, питание. Только меняется питание, в лучшую сторону, то есть убирается все ненужное, все максимально. Сразу сухой. Грубо говоря, две недели, и я просохну. То есть не делая там свет, кардио и так далее. Тренировки для меня – это… Мне 8 лет тренируюсь, и для меня это… То есть я не могу сказать, что это вот… Превозмогаю, да, что такое? Блин, да, то есть для меня это вот не то, что каждый день я иду в зал, и вот такая вот, начинаю с ума сходить, как же меня это задолбало. Если меня это задолбало, я бы не стояла сейчас здесь, наверное. Я бы не выиграла в России. Должно быть вот… Это реально должно быть от души. Бедолаги, которые мучаются… Их на сцене видно, их видно, они выходят, бедные, все, они ничего не хотят. Они эти столицы снимают, это все быстрее закончится. Иди ты в задницу, и пожри, а уже. Но если ты выступаешь ради того, чтобы потом похавать, я тоже люблю жрать. Простите, но люби тогда и тренироваться куда-то, как говорится. И потом надо нормальное питание. То есть у тебя не должно быть соревнований, соревнований в жизни, как цель, чтобы пожрать. Ну, то есть у многих девчонок, да, там вот она подсоревновалась, и у нее не первое место, да, в голове. И ей не хочется выиграть, ей хочется пойти поесть. А у нее уже в заметках в айфоне список чего-то. А у меня тоже есть такой список. Ну, у меня, да, но у меня список там сразу, пусть мне сразу абсолютка, а потом вот список. Понятно. Окей, что ты любишь больше всего, поесть? Нет, я обожаю. Мучно. Я люблю мучно, не люблю всяких конфеток. Ну, если конфеты есть, я ее съем. Поэтому их никогда нету, потому что я их ем. Да, на самом деле тоже так, да, вот так. Я просто из Украины, я всю жизнь на хлебе росла, на хлебе, сали, масли, не знаю, сметане домашние. Вот у меня, наверное, это осталось, потому что у меня есть любовь вот прям к мучному. Ну, не прям к мучному, вот я прям все мучное не люблю. Мне нравится наваши, мне нравится вот прям хлебушек, масочка, чтобы махнуть, сырировать, что-то такое. Качапури по-аджарски? Нет, вот для меня качапуриц, что жирно. Качапури, разожарование в горе сейчас? Нет, просто нету, я не находила вкусное. В Москве найти вкусные качапури, это прям, это беда. Кто перестал, то слишком сыр, кто слишком жирно. То есть мне лучше сделать вот хлеб такой вот прям очень вкусный, положить масло, вкусно тоже, и сыр. Все, это идеальная качапури. Если вы можете так его назвать. Да, погнали дальше. Далее. Что бы ты хотела? А, я бы, наверное, хотела сказать, что девочкам нужно качать спину, это немаловажно. Спину, крепят руки. Наверное, я буду пропагандировать а-ля здорово эту всю историю. И все скажут, нахер, ну мне надо, я раскачаюсь. На самом деле вы не сможете прогрессировать в весах, в вашей пояснице не сможете возить там крис больше 40-50 кг, если вы не будете качать всю спину, если вы не будете создавать себе этот мышечный корсет. Опять же, мышцы стабилизатора, мышцы коры, то есть это все должно быть, не то чтобы прям проработано, этому нужно уделять время. Этому реально нужно уделять время. Дальше руки. У меня все всегда спрашивают, я всегда работаю без лямок, я делаю сумо, там, становый по 100, по 90 кг, я все это делаю без лямок. Есть секреты, да? Да, то есть я потягиваюсь, я все делаю, никогда не использую лямки. И у меня все спрашивают, как же так, у тебя не вылетает штанга? Я только вот, я не знаю, год назад думала, у меня же и правда не вылетает штанга. У меня, скажи, не только штанга не вылетает, я как сожму, скажи, так сожму. Ну, вот так получается, да, поэтому надо все укреплять. Это нужно не то, чтобы качать руки, хотя бы научитесь отжиматься, хотя бы научитесь подтягиваться самостоятельно. Это будет достаточно. Вы же гантели поднять не сможете, там, больше 10 кг. Ну, я считаю, что такую базовую, так скажем, заложил в тебе кроссфит. Ну, то есть отчасти есть. Ты больше года занимаешься, там спрашиваешься. А, то есть нет. Нет. Что именно, такое правильное понятие, ты не вижу? Нет, я имею в виду, что вот у тебя крепкий хват, крепкие руки. База, ты откуда пришла в этот спорт? Нет, откуда. Я в Москве, конечно, не то, что в Москве, я в Москву переехала лет 9 уже назад. А до этого я тренировалась у себя в Мелитополе, в Украине. Фитнес, то есть это были какие-то групповые занятия. Все, и потом пришла в тренажерный зал, бегала, не знаю, жив ногами делала. То есть там 5 тренажеров стояла, одна дорожка. Все, все, что было, все я делала. Кто-то сподвиг вообще, ну, типа, выступить, выступить, и самовы. А, вы? Как это вообще? Это было в 2016 году, это первое соревновательное год. Да, до этого мне был 16-й год, я тогда убежала. И мне кажется, об этой истории знают все. Это вот, знаете, как известных блогеров, когда смотришь, они каждый раз, одну и ту же, и когда они кому-то на интервью приходят, они одну и ту же историю рассказывают, потому что, твою мать, я уже-то знаю, давай перемотаем, поскольку что-нибудь другое. И все говорят, ну, интересно, ну, расскажи, пожалуйста, для нашего канала, для наших зрителей. Да, 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 мне кажется, что люди еще рассказывают. Короче, если прям вкратце, я убежала с первых соревнований, это был... Со сценой? Нет, это, нет, я не вышла, я стала стрёмно просто в музее. У меня были купальники, там, типа, готовилась к соревнованиям, с тренером каким-то просто в зале. И это было немножко странно. Мы приехали, никто не знал, что делать. Грим, что такое грим вообще? Мы оплатили взнос, куча людей. Я так на все это посмотрела, такая, говорю, я никогда в жизни какой-то вот купальник ваш не надену, халат, что-то вообще такое, валим, и все. И свалили. И прошло полгода, где-то, я уже не помню, там, временные рамки, наверное, не суть. Я узнала об Ивете, я подошла на одних соревнованиях, она сказала, что ты жирная, куда тебе вообще, иди домой. Это классик. Вот, да. И потом я сделала грудь, это был май, и где-то в июле, сейчас все посмотрю, что, естественно, все у меня сделано. Теперь это мое, собственно, да. Где-то в июле я пришла к ней, я уже была по такая... 2016 год, да, я прихожу к ней, и она прям вот. Начинаем готовиться. Вот за полгода, да, то есть 17-й год весна, получу, теперь раз выхожу на сцену. Я забираю Москву абсолютку, на России юниорок забираю абсолютку, Алекс Фитнес какой-то я выигрывала. Все, и в 17-м году осенью то же самое, но я перестаю выступать. Меня замкнуло, я перестаю вести все соцсети. Ну, у меня просто... Там были моменты свои такие неразглашаемые. И после сезона просто у меня... Ибет, я говорю, что, едем на чемпионат мира, там, чемпионат мира. Я так смотрю, и говорю, нет, не едем. Все, и говорю, не трогай, не трогай. То есть тебе стал неинтересен спорт или просто из каких-то личных моментов? Там очень много было моментов со здоровьем, ты о чем-то говорила. Я все это транслировала у себя вот сейчас в Инстаграме, это все можно найти, я обо всем всегда рассказываю. Меня, наверное, если меня любят, меня любят за честность, за правду, я ничего никогда... Ну, понятно, я говорю, к меру, возможного, но от чего-то, если я могу предостеречь девочек, я их предостерегаю. Все говорят, что у них там 150, грубо говоря, жиров, они сушатся, вот, я не знаю, она жрет там по утрам бекон, нифига, а там жиров, дай бог, 20, и то не из желудков, она думает, что там холестерин. Миндаль. Да какой миндаль, о чем ты говоришь? Крово, в любом случае. Дай бог, авокадо там будет, да, и какому-нибудь оливковое масло, которое вообще можно не пить даже, это омега-6, ну, не суть, до этого уже мы далеко заходим. Да, нюансы все. Да, короче. Следующее упражнение. Что у нас следующее? Я не знаю, я люблю подтягиваться, я тоже всех призываю, чтобы девочки учились потягиваться, потому что это тоже дает свои пропорции, свои пропорции и развитие ягодицы. Ну, то есть, давай немножечко по, грубо говоря, судейским критериям, да, на что обращают внимание в суде, соотношение плечевого пояса, узкая талия, бедра, то есть бедра должны быть достаточно... Вот, опять же, не всегда у меня, я представитель ученического таза. То есть мне для того, чтобы сделать какие-то пропорции, мне нужно сужать талию и делать вот эти вот квадрицы. То есть в нормальное время, когда у меня было нормальное колено, человеческое, мне прям хорошие ноги. Я долблю, у меня отдельные тренировки полноценные на квадры. Мне нравятся все три головки, не три головки, а как медиальная, натуральная, прямая, когда вылезает, оно все такое опухшее, красивое, когда это еще на сушке оно все прорисовывается, и у меня почему-то такие. Как будто мы с бикинисткой. По крайней мере, не с современной бикинисткой разговариваем, потому что от девочки, от абсолютной чемпионки России, чемпионки Европы, слышат такие вещи, но сейчас это как бы не актуально, мне казалось, потому что все занимаются вот этим вот. Причем вот так. Да, да, да. Вот, но нет, нет, за базу, за хорошие тяжелые хардкорные тренировки, по мере возможности, конечно, обязательно обращайтесь к своему организму, прислушивайтесь с каким-то болевым ощущением, не забивайте на эти вещи, потому что лучше это все оказывать профилактические какие-то действия, нежели дождаться, вот, дотерпеть до момента, когда это все так вот и ограничивать себя. Да, мы идем. Я не знаю, что есть. Если из, ну, я могу сказать, что я очень люблю приседать, я люблю присед, обычно классический, со штангой на спине, я люблю присед, который классический, ну, не с очень сурской постановкой, но тоже со штангой на плечах, фронтальный присед вообще моя любовь, я вообще сейчас не могу его делать, выпады, выпады, шаги, для меня это любовь тоже вторая, по основной на болгарского. Я ничего из, ну, нет, я могу это показать, ну, прям с очень минимум весаи. Там, по большому счету, то есть, нюансов какой-то техники, ну, нет, да? Грубо говоря, все, 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 поклассивно. У меня нет отключения мышц поясницы, бедер и квадров, чтобы активизировать. Ну, вот, да, примерно, да. Вот такая движение. Рог, единорог где-нибудь, да, да, да. То есть, база, база, база. Вот максимально база, да, классическая, просто я прям акцентированно работаю на мышцах, допустим, если это квадры, вот у меня там разгибашки сразу, я-то встать, это стульчик, стою там 50 килограмм навесила, стою в этом стульчике, иду, жму ногами. Что дальше? Смит с узкой постановкой ног. Можно добить это все, опять же, запрыгиваниями, такой взрывной работой хорошей. Плечики, давай про плечики. О, это вообще... Ты, блин, почитаешь, жимовые тренировки, или все-таки боковые, тяговые тренировки, или у тебя прям вот... У меня все, все всегда. Нельзя что-то исключить. Жимовые... Ну, так, в соусол, потому что жимовые все-таки они больше не на среднем, вот говорили, то они так, это больше... Я считаю, что жимы, это такое для мальчика, отчасти. То есть девочкам на жимовых тренировках можно делать, ну, точнее, нужно включать, но одного упражнения девочки в начале тренировки его достаточно, да. Но я люблю на плечи прям от полноценника хорошо поработать. Сейчас лето, я решила себя сделать чуть меньше сверху, потому что в платьях, я когда в прошлом году ходила, там такая вот хрень у меня сзади, сзади, сзади. Что я хочу, какие моменты... Мне очень нравится махи на дельты тоже дропсет. 10-10-10 с понижением веса. 8, 5 и, допустим, 3 килограмма. Да, да, да. Ну, есть сторонники многопокторного тренинга, есть сторонники на... Опять же, вот, хорошо. Тяжелые веса это ноги. Нет смысла делать на среднюю дельту, например, который даст нам пропорции. Есть. Но если ты это чем-то еще подкрепляешь, добиваешь, может быть, ты делаешь это в суперсете на заднюю дельту, не знаю, с передней. Но делать просто с огромным весом, с овер каким-то... Допустим, даже уже больше 10 килограмм делать махи для девочки, это трапеция. Это сразу трапеция. Ни одна девочка я в жизни не видела, чтобы наши, допустим, пусть будут славяне. Потому что я заморских не беру, они там творят вообще... Они туда нормально, просто заливают грамотно, там, все окей, да. Я бы хотела с ними потренироваться. Но вот если брать наш, девчачьи, обычный тренинг, то есть, я не знаю, работать нужно с теми весами, опять же, когда ты чувствуешь мышечную группу, потому что на верх тела есть шанс раскачать трапецию. Неправильной техникой, большими весами, какими-то взрывными вот этими вот махами, как все это делают, любительницы поджимать свою трапецию или уже добивать, когда у них не работают дельты, когда они устали. Она стоит, у нее написано в программе 15, и не вот все, и не меньше. И она стоит, взяла по 10 килограмм, начали взлетать. Или повторяю в одежде. Следующее упражнение махи от абсолютной чемпионки России. Погнали. Именно в той технике, когда не включается трапеция, вот именно в ее исполнении поездки. Ну, как минимум, это адекватно оценивать вес, который вы берете. Это самое главное. А дальше это техника. Опять же, вернемся к тому, что можно накачаться правильно, а можно накачаться вот с этой трапецией. Чтобы этого не было, что лопатки опускаем вниз, берем вес адекватный, который вы можете сделать нужное вам количество повторений, несмотря... Я не считаю, что нужно делать больше, опять же, ну, 15 махов, например. Я люблю делать в дропсетах, также находя на 30 повторений. Вот, делать отдельно махи и все, делать шпино, не нужно. Это неинтересно. Можно комбинировать, можно делать с подъемом гантель на переднюю дельту, на заднюю и так далее. Погнали. Просто классические махи без включения трапеции. Тоже есть момент, когда ноги прям взлетают. Мы такое не делаем. Есть моменты, все делают вот так. Я очень часто это наблюдаю. Ну, дельты хорошо забиваются, но у вас, ваша трапеция тоже получит хорошую нагрузку. Все, опустили лопатки, грудь вперед и просто отводим руку в сторону. Чуть-чуть перед собой. Мне очень нравится вариант, когда я стою в упоре где-нибудь и чуть-чуть сзади. А, не могу забились. Ну, примерно. Также на дельте такой мой макхэв это протяжка либо со штангой, либо вот так же. Ну, надо больше вес с гантельками. Ну, тут нужно прям... А, забились бы, на чем, как бы, да, есть спорок все-таки. музыка классная, да, можно играть? Я делаю не узким хватом, мне так не нравится делать. я прям беру прилично хороший такой широкий хват. И то есть к низу груди без вот этого вот. Это куда-то уже в сустав зашло. И стоим, прокачиваем. То же самое можно делать в смете. Ой, дельты появились. Все, не могу больше. Погнали, отойдите. Можно показать в смете, там более акцентированная нагрузка, там невозможно. Нет, там тоже возможно трапеции работать, просто там прям... локоточки. Наверх тянете не к ушам, а к низу груди и строго средней винтовидной. Как только у вас начинает включаться трапеция, движение должно уже уходить вниз, а не наверх. Не надо подтягивать дальше. Все, и потихонечку работаете. Главное, не вес, а главное, ощущение. Но, можно поспорить. Нет, вес нужен, вы тоже, вы не можете там полтора килограмма. Нет, безусловно, то есть, ну, смотря какие цели вы преследуете, вот что еще. Кому-то не нравятся дельты, эти все пучки прорисованные, кто-то хочет просто подтянутые руки. Если хотят подтянутые руки, я за свой вес работаю со своим весом. Втероикс, можно втероикс с резинками, отжимания, подтягивания. Развивайте мышцы, вытяните. Но мы говорим о соревновательных спортсах, поэтому дельты нужны, извините, это категория. Все категории, да, поэтому нам надо водички. Окей, пьем водички.